Учреждение дошкольного образования – это уникальная система, которая обеспечивает уход, присмотр, питание, воспитание, обучение и оздоровление маленьких детей. Все это и многое другое в разговоре с хранительницей Островка детства, заведующей учреждением, которое стоит у руля всех его процессов вот уже 7 лет. С самого раннего возраста Мадина Кемичева проявляла большую любовь к детям, ее работа в детском саду стала ее призванием. Почему Вы выбрали профессию педагога и что Вас к этому подтолкнуло? Меня вдохновила моя первая учительница в школе, Милаша Милина Хуранова. Я всегда на нее смотрела и хотела быть похожей на нее. Манера и речи, умение всегда держаться достойно и, конечно же, любовь к детям. С какими проблемами Вы столкнулись в своей работе в первые месяцы на посту руководителя детсада и были ли они вообще? Так таковых серьезных проблем не было. Коллектив принял меня радушно, общий язык нашли сразу. Были текущие небольшие проблемы, которые решались. Но самое трудное – это был внутренний страх, что могу с чем-то не справиться. Но благодаря поддержке специалистов управления образованием, поддержке моих коллег, страх прошел. У Мадины Анзоровны два высших образования. Она окончила Адыгейский государственный университет, экономический и факультет культурологии. До того, как ее назначили заведующей детского сада, она работала в школе номер 7 поселка Майский. Она успешно ввела адыгейскую литературу, проявляя выдающиеся организационные способности. Благодаря своим лидерским качествам и преданности делу в 2017 году была назначена заведующая дошкольного образовательного учреждения поселка Майский. Это был важный шаг в ее карьере, который подтверждал ее преданность и стремление к развитию. Какие достижения Вы считаете наиболее значимыми в своей работе? Самое первое достижение – это уверенность в себе, победа над собой. А во-вторых, это слаженная и плодотворная работа коллектива. Это участие в различных конкурсах, мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней. Это не просто участие, а и победу в этих конкурсах, и заслуженной квалификационной категории этих же работников. А какие цели Вы ставите перед собой и своей команде? Не останавливаться на достигнутом, идти вперед и достигать большего. Несмотря на то, что работать в детском саду – это нелегкий, кропотливый труд, требующий больших духовных, эмоциональных затрат, наш коллектив справляется на ура. С гордостью говорит наша собеседница. Какие есть проекты в садике, которыми Вы гордитесь? Я горжусь традициями, сложившимися в нашем ДОУ. Это акции посылка солдату, связь с поколением, новогодняя сказка и, конечно же, инновационная деятельность на тему консультационный центр, как взаимодействие социума, детского сада и семьи с использованием технологии консалдингового центра. Также на базе нашего ДОУ с 2018 года функционирует группа коррекционной и комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья детей-инвалидов. В эту группу могут ходить не только наши дети, наши воспитанники нашего садика, но и все дети с ОВЗ всего района. Педагоги детского сада каждый год успешно участвуют в конкурсах районного республиканского уровней, демонстрируя высокое мастерство. Так, Мадине в декабре прошлого года была присвоена государственная награда за молодость и профессионализм. Неоднократно награждалась грамотами администрации районного управления образования, но главная награда для нее – любовь и признание воспитанников и их родителей. Я была награждена медалью Министерством просвещения Российской Федерации за молодость и профессионализм. Эта награда дает мне стимул и уверенность в правильном выборе профессии и своего нахождения на этом месте. Будем работать дальше, достигать новых побед и новых вершин. Что бы Вы пожелали молодым педагогам? Я желаю молодым педагогам любить свою профессию и не бояться первых шагов в профессиональной деятельности. Продолжение следует...